МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Ямальское долголетие". Все больше городских учреждений подключается к окружному проекту. На прогулку, на поводки и в наморднике на Ямале ужесточили ответственность для нарушителей правил по содержанию в иглу животных. Детская хоккейная лига, муравленковская команда Сэр Варк вышла в финал турнира. Все больше городских учреждений подключаются к окружному проекту Ямальское долголетие. Теперь муравленковские пенсионеры учатся ткать, вышивать, рисовать и даже пробуют себя в латинофитнесе. Те, кому от 55 и старше, могут посещать такие занятия абсолютно бесплатно по карте «Морожка». В свои 55 Светлана Голоденко решила освоить ручное ткачество. Занятие по программе «Ямальское долголетие» она посещает около двух месяцев. Из нитей мастерица уже научилась делать пояса, ремни для сумок и аксессуары для волос. Люди, когда уходят на пенсию, особенно кто не работает, бывает, что они себя теряют и не знают, как занять свое время, куда его деть. А так получается, можно попробовать то, чем никогда не занимались. Древнейшему ремеслу сегодня обучают в эколого-краеведческом музее. Здесь для участников окружной программы «Ямальское долголетие» реализуется проект «Школа вышивки, плетения и ручного ткачества». Идейный вдохновитель и руководитель направления Ирина Беженишвили обучает всех желающих, подробно рассказывает о техниках и помогает их освоить. Мы изучаем традиции. Сейчас вообще большой интерес к традициям, к русской истории. И такие традиционные ремесла, как вышивка, плетение и ткачество, очень актуальны. Тем более, что все изделия, которые мы создаем, можно использовать в современной жизни. В этом году к программе «Ямальское долголетие» подключились пять учреждений культуры «Муравленка». Для пожилых горожан организованы занятия по шести направлениям. От латинофитнеса до студии «Довинчи» это рисование, до вышивки, ткачества, плетения из бересты. В общем, занятия по вокалу для всех направлений, для всех желающих мы найдем, как организовать их досуг. Те, кто с творчеством пока новым, может попробовать себя в настольном теннисе. Занятие, организованное на базе спорткомплекса «Лидер». Люди золотого возраста могут прийти и научиться играть в теннис. Может быть, кто-то улучшит свои качества физкультурные. Там поможет опытный инструктор по спорту, который научит бабушек и дедушек играть в настольный теннис. Татьяна Богатко решила подтянуть навык игры в настольный теннис и с 1 февраля будет тренироваться по окружной программе «Ямальское долголетие». Хочется же новое что-то познать, тем более, что мы участвуем в спартакиаде окружной, а там есть этот вид спорта. И поэтому надо совершенствоваться, мне кажется. Поэтому надо успевать везде. «Ямальское долголетие» – это уникальный проект для организации активного досуга старшего поколения жителей региона. Занятия могут посещать женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться можно на сайте единой карты жителя «Морожка» и в мобильном приложении. Проект отвечает целям и задачам национального проекта «Демография». Анастасия Попова, Сергей Лукович, Новости, Муравленко. С 1 января на «Ямале» ужесточили административную ответственность для нарушителей требований по содержанию и выгулу домашних животных. С нового года в округе запрещен выгул собак, имеющих высоту в холке более 40 сантиметров не только без поводка, но и без намордника. Размер штрафа за это нарушение составит от 1000 до 2500 рублей. Если хозяина поймают повторно, то придется заплатить уже от 3 до 5 тысяч. Также запрещено содержание домашних животных на общих территориях, придомовых территориях, многоквартирных жилых домов и в местах общего содержания, то есть подъезды, чердаки, подвалы в наших жилых домах. В прошлом году в Муравленко составили более 10 протоколов на владельцев собак за самовыгул питомцев и за то, что хозяин не убрал за ними продукты жизнедеятельности. Помочь соблюдать закон могут и жители города. Если животное находится без владельца, можно обратиться в управление коммунального заказа и подать заявку на отлов животного. Животное будет отловлено и помещено в приют, а дальше уже будут действовать дальнейшие процессы нашей работы. В частности, если хозяин придет забирать домашнее животное, то он будет приглашен к нам для составления протокола. Но наказание будет вынесено уже по результатам рассмотрения городской комиссии. Всех отловленных на улице животных помещают в приют «Умка». Сегодня здесь содержатся 191 кошка и 192 собаки. Помещаем в приют, принимаем осмотр ветеринара, ну и ставим на баланс и проводим все манипуляции кастрации, стерилизации, вакцинации обязательно, чипирование животного. Нередко в приют попадают домашние животные, которых хозяин выпустил на самовыгул. Определить, чей питомец, бывает очень сложно, если он не чипирован. Кстати, с 1 сентября 2023 года это обязательная процедура и пока она проводится бесплатно в государственных ветеринарных клиниках. Мы понимали, что это новшество, поэтому нельзя как-то очень резко, быстро переходить. Мы выбрали год и на сегодняшний момент у нас регистрация с 1 сентября текущего года будет обязательная. И даем год до 1 сентября 2024 года, чтобы все владельцы, наши эмальцы смогли пройти данную процедуру. Создание системы учёта упростит поиск потерявшихся кошек и собак, а главное, поможет решить проблему с их самовыгулом. Чипирование и регистрация позволят достоверно установить, чьи животные бродяжничают без присмотра и повысят уровень ответственного обращения с ними. Наталья Матюшкина, Нина Копа, Сергей Лукович. Новости Муравленко. Муравленковская команда «Серварк» успешно отыграла в групповом этапе детской хоккейной лиги в дивизионе «Север». Наши спортсмены провели 16 игр, в которых одержали 13 побед. Финальная встреча со сборной «Факел» завершилась со счётом 12-4 в пользу муравленковцев. В 2023-м в играх детской хоккейной лиги принимали участие всего 9 команд «Ямала» и «Югры». В этом году задача для наших спортсменов усложнилась. Однако им удалось улучшить результат. Из 18 сильнейших сборных двух регионов они вошли в четвёрку лидеров. Воспитанники Дмитрия Михайлова в финале разгромили новоуренгойский «Факел» со счётом 12-4. У ребят остался один финальный выездной тур. Это достаточно долгая была история. Все соревновательные, они почти полгода выезжают на туры, поэтому как бы осталось совсем немножечко. Хотим поблагодарить компании «Малспецтех», которые помогли приобрести для нашей команды не только игровую, но и тренировочную форму. Благодаря этому наши ребята теперь не просто красиво играют, но и красиво выглядят на льду. Проведя 16 игр, юные спортсмены забили более 100 шайб в ворота противников. Леон Сафронов признан лучшим бомбардиром турнира. Вот мама мне всегда говорит, Леон, сколько ты забьёшь шайб? Я говорю, 5 там, 7. И я, когда мы новой рюкзой поехали, я забил 7 шайб и стал лучшим бомбардиром. Мама Анна Сафронова поддерживает и болеет за сына хоккеиста на каждой игре. Как таковой трансляции в этот раз не было, но мы выражаем огромную благодарность папе Арсения Гриценко, который вёл эту трансляцию через свой телефон. Вот мы, родители, смотрели, болели, переживали. Эту победу заслуженно получили, конечно, благодаря нашему тренеру, потому что уровень подготовки действительно он даёт им отличный. В списке лучших игроков также Арсений Гриценко он оформил в ворота соперников 4 шайбы. Наш тренер Дмитрий Павлович нам говорил, что нужно больше играть в пас, открываться под броски, принимать шайбу на себя и не давать добивать. Марат Апсалямов продемонстрировал лучшие качества хоккеиста. На льду играл в полную мощь. Я очень хотел быть как овечка. Сейчас команда активно готовится к очередным ледовым баталиям в ближайшее время пройдут финальные игры детской хоккейной лиги. Анастасия Попова, Андрей Нагибин, Новости, Муравленко. Это все новости на сегодня. Еще больше подробностей на нашем сайте www.muravlenko24.ru и в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok